Алексей Сухоруков Ночная поездка Читает Дамир Мударисов От автора Эту историю мне рассказал мой старший брат еще в 2021 году. В то время он работал в сфере грузоперевозок, занимался бумагами, накладные и прочая документация. И в связи с этим часто ездил по стране и ближайшим республикам. Рассказывал много всего, но именно эта история запомнилась мне особенно хорошо. Возможно из-за своей жутковатой и реалистичной простоты, в которую достаточно легко поверить. Я много раз пересказывал ее друзьям и знакомым, когда речь заходила о мистике и связанных с ней случаях. И практически все соглашались с тем, что звучит она очень правдоподобно. Не знаю, наврал ли мне Саня, но думаю, что нет. Конечно, я переношу его рассказ на бумагу с небольшими художественными дополнениями. В основном это касается кульминации. Но я постарался оставить основную суть неизменной. В дальнейшем повествование будет вестись от лица моего брата. Эта зима выдалась слишком холодной. Начиная с декабря и весь январь стояли аномальные морозы под 30. И даже выезжая из средней полосы нашей необъятной родины, ты все равно натыкался на небывало сильные для этих мест холода. Вот и сейчас за бортом большого служебного внедорожника было не меньше 35 градусов мороза. Внутри нас было четверо. Два водителя, Семен и Толя. Я, плюс коллега Вован. Мы вместе с ним сверяли товары и заполняли бумаги. Пусть печка и работала, в салоне все равно было зябко. И все мы кутались в однотипные серые форменные куртки. Время уже было позднее. Междугородная трасса пустовала. Только изредка мимо повстречки пролетал одинокий автомобиль. До ближайшего населенного пункта еще несколько часов езды. Там ночлег, а с утра опять в дорогу. Отправить груз и можно двигать обратно. По нашим расчетам, к двум ночи мы должны уже будем лежать в постелях. За окном мелькала черная громада башкирского леса, нависшая непроницаемой стеной. Только первые ряды деревьев можно было разглядеть в остаточном свете фар, а дальше чистая и непроглядная тьма. Такая обстановка располагала к дремоте, причем не только меня. Привалившись к стеклу и накинув на голову капюшон, я упал в объятия беспокойного и неглубокого сна, изредка открывая глаза и кидая беглый взгляд за окно. Не знаю, сколько времени так прошло, но проснувшись в очередной раз, я глянул в окно, и мой взгляд зацепился за выделяющуюся на фоне черных стволов деревьев фигуру. На обочине стоял старик, одетый во что-то белое. Крючковатый нос, длинная седая борода и такие же длинные космы пепельных волос. Его бледно-голубые, практически серые глаза, словно тут же поймали мои, и по спине у меня пробежал холодок. Сведя кустистые брови к переносице, он строго, если не злобно, проводил машину взглядом. Его сухая, узловатая, словно старая ветка рука, была вытянута на дорогу, и фары высветил кулак с отопыренным вверх большим пальцем. Старик голосовал. Автомобиль пронесся мимо, не сбавляя скорости, и кисть старика чуть не чиркнула по зеркалу заднего вида. «Сем, стопорни, ты че?» Сказал я крупному мужику лет сорока, сидевшему за рулем. Но тот не обращал на меня никакого внимания. «Ты тоже видел?» Повернулся ко мне Толя, второй водитель, сидевший на переднем пассажирском. Он был всего на несколько лет моложе Семена. Под левой бровью у него был небольшой шрам. «Я думал, мне приснилось». «Приснилось че?» Протер глаза Вован, сидевший слева от меня. Старик на обочине голосовал, ответил за меня Толя. «А че не подобрали? Замерзнет ведь?» «Согласен. Сем, продолжил я, тут так-то до ближайшей деревни километров до хрена не меньше». Семен еще несколько минут молчал, а потом ответил, не отрываясь от дороги. «Вот именно. До ближайшей деревни топось хрен согнешь, а он тут ошивается». «Ну и че?» «Маразматик какой-нибудь пошел за дровами и заблудился. Не бывает такого, что ли?» «Начал я, но Семен меня прервал». «Потом. Старик где стоял?» «Под деревьями, в лесу», хором ответили мы с Толей. «Ага. А рука у него рядом с тачкой была, правильно?» «Ага». Кивнули мы, не до конца понимая, к чему Семен ведет. «А теперь в окно гляньте. До деревьев обочина, плюс спуск вниз. Метра два-три, не меньше. И насколько я видел, дед макушкой в ветке стоял. А до них от земли примерно столько же. К тому же тачка еще высокая у нас. А что рука, чтоб башка его на уровне окон были?» Мы с Толей почти синхронно прильнули к окнам. Действительно, от края проезжей части была пара метров обочины, чтобы было место встать машине. От нее вниз был небольшой спуск, и уже там, еще дальше, начинались первые деревья. «Вот и думайте, как это он так вырос и дотянулся», – мрачно сказал Семен, все еще не отрывая глаз от бесконечной темной дороги, уползающей под колеса. «И одежда», – пробормотал я, и по телу побежали мурашки. «Он одет-то был как-то легко, в рубаху, что ли, не по сезону. Да и не ходит сейчас так никто». «А-а-а», – кивнул Семен. «Точно», – протянул Толе. «Фф, чертовщина какая-то». «Вы че, мужики?» – улыбнулся Вован. «Приснилось вам, отвечаю». «Иди ты», – огрызнулся я. «Двоим как приснилось одно и то же. А Сема вообще не спал. Тоже задремал, значит, на секунду. И ничего вам не снилось одинаково, просто увидели все ветку в снегу. Одному старик приснился, и теперь мозг сам себе придумывает подробности и подменяет их. Типа, чтобы всем казалось, что так оно и было. Я на Ютубе про этот эффект смотрел. Как его... Вован щелкнул пальцами, вспоминая. «Эффект... Мандилы, во!» «Манделлы», – подсказал я. «Точно!» Я задумчиво хмыкнул. А ведь и правда логично звучит. «Тоже где-то что-то такое слышал, читал или смотрел. И не помню только, где именно. В жопу твой эффект, мудилы. Я своим глазам верю, а не Ютубам. То ли начал что-то доказывать, мол, все херня и вообще...» Семен молчал. Вован, немного поспорив, снова закутался в куртку и напоследок бросил. «Ладно!» «Когда золотая рыбка за окном бульхнет, одно желание мне оставьте. Только хомячка не надо!» «Хе-хе-хе!» Гы-гыкнул он. «Ну а с бабкой-ёшкой сами ебитесь!» «Я спать!» Он закрылся капюшоном и уже не отвечал на Толины доводы, которые постепенно превратились в монолог, а потом и вовсе стихли. Все ехали молча, и уж точно теперь никому, кроме, разумеется, Вована, было не до сна. Я смотрел в окно и думал про теорию с самообманом мозга. Спустя еще какое-то время я вдруг увидел на одной из сосен старика. Он сидел прямо на толстом, похожем на скрюченный палец, суку, злобно сверкая глазами из-под бровей, словно огромный старый филин. Вздрогнув, я чуть ли не вскрикнул. «Видали?» «Видели?» «Да, мать его, за ногу так!» «На ветке, сука, сидит!» загивал Толя. «Я ничего не видел», закрутил головой Семен. «Где?» «На ветке сидел дед этот сраный», сказал я. Семен только вздохнул и снова уставился на дорогу. Но видно было, что он напрягся. Вован выглянул одним глазом из-под куртки, но в итоге решил не связываться и спрятался обратно. Меня эта Ляна немного потряхивала, спать теперь не хотелось совсем. Но я все еще пытался свалить все в своей голове на самообман мозга и эффекты ложных коллективных воспоминаний Манделлы. Еще примерно через час старика заметил уже Вован. Дед стоял у левой обочины, где за обрывом было видно только половину его тела. Он действительно был одет в нечто вроде длинной белой льняной рубахи с подвернутыми рукавами. Ветер развивал ее, надувая пузырями, металл в серое лицо старика снег, но тот стоял не двигаясь, как какой-то деревянный идол. Вот теперь все точно подсели на очко. Хоть мы и пытались найти рациональное объяснение, но в глазах каждого были видны тревожности и беспокойства. Вскоре Семен начал сбавлять ход, прижимаясь к обочине. Меняемся, Толян. Не могу понять, чем ледь за херня. Полвторого ночи уже, а мы до сих пор как будто на месте топчемся. Они быстро поменялись местами, даже не выходя из машины. Семен достал из-под сиденья большой термос и налил себе полную крышку горячего напитка. По салону тут же разнесся запах крепкого кофе. «Кто еще будет?» протянул он термос. Вован, который притворялся спящим, вяло помотал головой, а вот я полез в рюкзак, стоящий под ногами. Вытащив оттуда набор одноразовой посуды, я быстро разорвал целлофан и зацепил стопку бумажных стаканчиков. Вместе с ними пальцы случайно ухватили салфетки, и я, разделив стаканчики по три, сунул половину вместе с салфетками в карман. Кофе был жутко крепким и щедро сдобренным сахаром. От такого напитка-берсерка сон сняло как рукой. Усевшись поудобнее, я начал снова пялиться в окно. Толя уже набрал скорость, кажется, все-таки выбираемся, подумал я, когда местность слегка поменялась. Обрыв за обочиной пропал, и теперь деревья стояли гораздо ближе к дороге. Громкий, настолько, что его даже было слышно из салона треск. Бум! Глухой и сильный удар. Машину тряхнуло, на капот приземлилась толстая, узловатая, похожая на застывшего гигантского питона ветка, увенчанная большой льдиной, на которой, широко расставив босые ноги, сидел старик. Толян нажал на тормоз, Семен закричал что-то несленно-раздельное, машину повело юзом, кофе из стаканчиков разлился по моим ногам и салону, послышался удар. Повернувшись, я увидел, как Вован словно тряпичная кукла заваливается на бок, оставляя на стекле кровавую полосу. Старик прижался к стеклу, широко распахнув дикие глаза и оскалив рот, полный остатков гнилых зубов в безумной злобной усмешке. У людей вообще бывает столько зубов? Я инстинктивно схватился за ремень безопасности и дернул его на себя. Затем машину тряхнуло уже сильнее, затем еще раз, и я понял, что мы полетели в кювет. Бах! Удар головой об потолок, из глаз искры все вокруг плывет. пустой еще теплый бумажный стаканчик ударил меня в висок. Все дальнейшие события были скомканы. Помню брызги разбитого стекла по салону, запах кофе и крови. Тут же меня кто-то резко выдергивает из машины, бросая лицом в снег. Холод немного вернул четкость восприятия. Повернувшись на спине, я увидел салон автомобиля, где на заднем сиденье безжизненно развалился Вован. Большая часть тела почти сползла на пол и сбившегося мехового капюшона видно окровавленный лоб, левая рука подогнута под живот, а правая вытянута вперед, словно Вован на ней спит. Повернув голову, я увидел Семена, который стоит в снегу, широко расставив ноги и сжимает в руках небольшой ломик с обрезиненной рукояткой. Его он обычно держит где-то рядом с водительским же сидит на капоте, словно голым из властелина колец и зыркает на нас злобно блестящими глазами. За плечо меня трясет Толян, из носа у него капает кровь. Валим, быстрее! И тащит меня с собой в лес. Несколько метров я пробежал как сам Намбула и только потом заметил, что все еще держу в руках рюкзак. Быстро застегнув молнию и закинув его на плечи, я припустил за Толяном. Проваливаясь в сугробы по коленам и бежали, хотя скорее, если судить по скорости, шли в чащу. Тут сзади послышалось какое-то улюлюканье. Мы с Толяном переглянулись и тут же над головами затрещали ветки. Деревья задрожали и между мной и Толяном упал большой ком снега. Задрав голову, я увидел старика, висящего на макушке ели и тут же рванулся с места, забыв про Толяна. Вслед сверху послышался каркающий смех. Новые шапки снега стали срываться вниз с раскачиваемых деревьев. Я уворачивался от них, словно персонаж какой-то мобильной игры, петляя из стороны в сторону. Сколько я бежал, не знаю, но остановился только тогда, когда легкие зажгло огнем и следующий шаг просто не представлялся возможным. По лесу разносилось уханье и улюлюканье старика, который теперь то ли бегал по снегу, то ли все еще прыгал по деревьям. Опершись о ствол дерева, я согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Пар валил, словно из паровоза. Я весь взмок, в ботинке набился снег. Более-менее придя в себя, я осмотрелся. Стою посреди чащи, где дорога неизвестна, мороз, ночь и этот хренов старик. Хлопнув себя по поясу, я убедился, что чехол с мультитулом на месте. Быстро вынув инструмент, я сначала открыл обычные лезвия и еще раз огляделся. Вдруг послышалось из-за спины хриплое подвывание. Резко развернувшись, я лишь успел увидеть, как сверкнули в дупле глаза и скрюченные пальцы скрылись в его темном зеве. Следующая АУ уже послышалось минимум в половине километра от меня. Непонятно, что это за херня, но перемещается она по лесу явно каким-то телепортом. Нужно выбираться отсюда. Если это что-то вроде лешего или хрен пойми этого дядюшку АУ, то в лесу он мне точно шею свернет. И оружие надо посерьезнее. Я хмыкнул, глядя на лазер-ман в руке. Быстро приметив недалеко молодое деревце, я его обломал и кое-как заточил один конец. Вот теперь хоть что-то. Я примерился к своему копью. Теперь надо срочно искать выход из леса. С посохом идти было проще, но не намного. Уханье и улюлюканье старика практически не прекращалось. Казалось, он бегает кругами по лесу, периодически кричат то ли птичьими, то ли звериными голосами. Иногда я видел, как его белая тень мелькает среди веток и стволов деревьев, но всякий раз оборачиваясь не мог поймать взглядом скрюченную фигуру. Даже следов на снегу не было видно. Наконец я окончательно выбился из сил. Вроде бы я выбрал верное направление, но дороги так не было видно, а вокруг были одинаковые темные деревья. Вдруг я заметил цепочку следов, уходящие вглубь леса. Толя? Семен? Или это следы старика? Приглядевшись, я увидел рядом с крупными ямами от ботинок еще маленькие, круглые и глубокие отпечатки, как будто от посоха. Я обреченно выдохнул. Понятно. Я хожу кругами. Это бесполезно. Просто бессмысленная трата сил. Обессиленно сев на снег, я свесил голову. И что теперь делать? Оставаться ночевать в лесу самоубийство, даже если смогу развести костер, толку не будет. Я уже весь взмок, от холода скоро трясти начнет. Выйти тоже не представляется возможным, просто выбью все силы и в сугроб упаду. Раздалось карканье старика где-то совсем близко. Деревья закачались, сверху повалился снег. Дед прыгал по верхушкам деревьев ко мне. Вскочив, я выставил перед собой импровизированное копье, но старик не показывался. Ублюдок прыгал в темноте вокруг меня, подвывая и оставаясь невидимым. Я вертелся, пытаясь его заметить, но каждый раз только белая тень мелькала где-то на периферии зрения. Нет, так не пойдет. Ты мразота такая хрен меня вымотаешь. Я вгляделся в чащу в поисках к которым можно прижаться спиной и вдруг мне в голову пришло совершенно неожиданное решение. Вместо того, чтобы куда-то бежать, я опустил заточенный конец дерева и начертил прямо по снегу, зарываясь в него глубоко острием круг. Давай по-твоему поиграем, сволочь. Эта идея пришла ко мне совершенно неожиданно. Конечно, она кажется бредовой, но в моих обстоятельствах вполне может сработать. Раз мы имеем дело с каким-то потусторонним существом, то попробуем применить к нему народные методы. Сомкнув линию, я замер в ожидании. Вдруг нарезание кругов и уханье вокруг меня прекратилось. На какой-то момент повисла гробовая тишина, и тут сзади послышался шорох осыпающегося снега. Резко развернувшись, я увидел старика. Он висел вниз головой на ветке, уцепившись за нее ногами и слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Ветер пузырил его рубаху, путал свисающие вниз, как провода седые космы. Дед смотрел на меня своими практически бесцветными сверкающими глазами. В этом взгляде чувствовалось неприкрытое, чистая и черная, как ночь злоба. Похоже, я его переиграл. Позвоночник у меня сковало ужасом. Я выставил перед собой кол и встретился с дедом глазами, хоть это было и тяжело. Такого взгляда я еще ни разу в жизни не видел. Он просто выжигал меня ледяной ненавистью изнутри. Так продолжалось несколько минут. Затем старик перевернулся и полез по стволу словно таракан и тут же уши разрезал дикий вопль. Это была смесь гневного рыка, воя и рева всех раненых животных и птиц вместе взятых. Поднялся сильный ветер, снося с веток снег и закручивая его в снежные вихри. Стоять стало тяжело. Тут же заболела голова. Руки ослабели. Посох выпал из левой, ткнувшись тупым концом в снег у меня под ногами. Ноги стали сами подгибаться, словно все мышцы в них разом расслабились. Старик перепрыгнул на верхушку с самой высокой ели и продолжал выть, раскачиваясь. Господи, да что это за херня? Против такой заразы только молиться и остается. И тут меня осенило. Я начал выкорчевывать из памяти слова, заученные в воскресной школе. Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Голова стала проходить, конечности начали слушаться, и я поднял из снега кол. Благословенно ты в жонах и благословен плод чрева твоего, выкрикнул я вслух. Старик завизжал громче, но я продолжал перекрикивать его и ветер. Яка спаса, родила и си душ наших. Дед словно поперхнулся и перепрыгнул на другую ель подальше от меня. Но я уже начал читать заново. С каждой повторенной строкой вой становился все тише, ветер слабее. Сунув руку в перчатки под кофту, я вытащил маленький крестик, висевший на цепочке, и сжал его покрепче. Я не смог остановиться даже тогда, когда старик отскакал от меня на приличное расстояние, но все равно продолжал выйти. Выйдя из круга, я зашагал вперед, продолжая читать молитву вслух и не выпуская крестик. Не знаю, сколько я так шел. Ветер, снег, вой старика и четыре строчки, молитвы, все, о чем я думал. Наконец, когда мои мокрые, облепленные снегом ботинки ступили на асфальт трассы, я замолчал и прислушался. Вдалеке, где-то в чаще, все еще был старик, но он был уже далеко. Горло соднило то ли от крика, то ли от холода, а может и от всего вместе. Но тут появился новый звук. Он нарастал откуда-то издалека. Сначала я принял его за еще один из голосов старика, но потом понял, что это звук приближающегося автомобиля. Если бы у меня были силы, я бы запрыгал от радости, но был изможден настолько, что только и смог выйти на двойную сплошную и вяло замахать руками. Напротив меня резко затормозил бело-синий патрульный автомобиль ДПС. Потом я показал им машину, по рации вызвали скорую и МЧС. Поиски, допросы, эвакуатор. В итоге я отделался обмороженными пальцами ног. Вован черепно-мозговой, он отключился, ударившись о стекло еще до того, как машина слетела с дороги и так и пролежал до приезда скорой. Семена нашли через пару часов, ампутировали оба мизинца на ногах. Позже Семен рассказывал, что он чудом не замерз лишь благодаря машинально прихваченному термосу. Естественно, все мы жутко простыли и слегли в больницу. А вот Толяна нашли только на следующий день, заметенного снегом под старой елью. Замерз насмерть. В больнице от местных местами проскакивали какие-то байки про чертов лес, пошаливающую нечисть и некоего дядюшку Ау. Но, естественно, мы ничего не сказали ни про какого старика, и не совсем дураки. Все списали на ветку, которая под весом льда обломилась и грохнулась на нас, отчего и произошло ДТП. А мы, контуженные, разбрелись по лесу в состоянии шока. Возможно, мы бы и сами поверили в эту очень складную и объяснимую версию, вот только есть одно но. Когда мы сдавали служебный внедорожник в ремонт, то на его капоте явственно виднелись вмятины, очень напоминающие крупные, босые человеческие ступни. Субтитры создавал DimaTorzok